Всем привет, вы на канале СуперКит. Давно не было видео, связанных с сетью и интернетом. И вот этот миг настал. На этот раз снова китайский вариант, но весьма интересный. А самое главное, что в отличие от пары других китайских роутеров, которые были на обзоре за время существования канала, его не нужно допиливать и дорабатывать. Не нужно, потому что он уже идет с нормальной прошивкой, а не той, которую китайцы делают на коленке дядюшки Ли, и которые не работают как нужно. Более того, прошивку, с которой вам придется взаимодействовать, можно выбрать. Среди них самые известные, которыми прошивают роутеры, когда хотят, чтобы они работали как нужно. Я лично, сталкиваясь с разными прошивками роутеров, уяснил для себя однозначно, что самое лучшее из всех это Zyxel. Такого количества поддерживаемых моделей 3G модемов, которые беспроблемно определяются, как у маршрутизаторов с прошивкой Zyxel, я больше не видел. Поэтому без колебаний выбрал именно такой вариант. Как вы поняли, главный плюс данного устройства это наличие USB 2.0 порта, в который можно подключить 3G модем. Роутер обладает парой антенн, в комплекте обжатый кабель витой пары с коннекторами, блок питания, а также напечатанная на листике А4 инструкция, в которой указан IP адрес для входа в настройки и прочая информация. У самого роутера, который я находил в продаже как в черном, так и в белом цвете, есть один разъем WAN, он синего цвета для подключения входящего в квартиру кабеля от провайдера. Два порта LAN желтого цвета для подключения компьютеров или других роутеров, разъем для блока питания, кнопка сброса настроек, две несъемные поворотные антенны, USB порт для подключения от режима демов или накопителей, стандартные индикаторы работы. Также на обратной стороне у роутера есть два отверстия для возможности повесить его на стену, причем как вверх, так и вниз антеннами. Предлагаю посмотреть на данный девайс в работе, а также проверить совместимость с имеющимися у меня трижемодемами. Подключать буду разными способами, начну с помощью кабеля и уже давно купленный USB сетевой под провод. В начале никакого пароля на вход в настройки роутера нет. Кстати, если кто забудет пароль, на задней панели есть кнопка сброса, которую для выполнения такой функции нужно удерживать 5 секунд. Начать хочу с флешки. Это флешка Kingston на 16 гигабайт. В настройках роутера появился доступ к флешке. При нажатии на выбранный файл начинается его скачивание. Это маленький по объему файл, но главное, что он теперь скачан с флешки на комп. Жаль, что это не работает как файловый менеджер по типу проводника на компе, чтобы, например, объемный файл не качать, а просто открыть, ну, например, видеофайл большого объема. Здесь реализован процесс именно записи файла на комп, а потом уже его можно открыть. Кстати, уже все попробовав, меня заинтересовала еще пара вопросов. А именно, как будет работать не только флешка, а и мой внешний SSD. Так вот, к сожалению, он никак не определился. Тогда стало логичным уже и подключить не только внешний SSD, а и внешний винт. И как ни странно, несмотря на файловую систему XFAD, несмотря на объем 2 терабайта, что чистыми составляет чуть более чем 1,8 терабайта, винчестер определился и как раз видно его емкость. Вот все мои папки, в которых лежит архив. А вот закачка образа вин-10. Скорость записи как раз соответствует передаче данных по Wi-Fi. Ну и здесь есть встроенный торрент-клиент, который можно настроить и заставить записывать на внешний носитель информации нужный файл. Я знаю, что это и 10 лет назад практиковали, но вот поддержки торрент-клиента в моем карманном роутере с прошивкой от Zyxel нет. А SSD не определился, скорее всего, из-за отсутствия драйвера на контроллер внешнего кармана под M-SATA SSD. Кстати, кому интересно, просто в соответствующих темах проскакивают вопросы, жив ли еще SSD или как работает винчестер. Вот, как видите, все работает, несмотря на то, что одному устройству 3 года, а другому 1,5 года. Теперь к самому главному, к 3G модемам. Все-таки я считаю, что именно подобного плана модели роутеров с USB портом прежде всего должны давать поддержку модемов. Сначала подключаю Huawei E3531. Модем начинает регистрацию в сети и после нам об этом свидетельствует индикатор. В веб-интерфейсе роутера появляется статистика учета трафика и данных о подключении. Все это говорит о том, что модем опознан. Для теста следующего модема хочу подключить комп по Wi-Fi. А Wi-Fi получу с помощью вот такой вот сетевой карты, которая больше похожа на заглушку USB порта. Я ее купил, если мне не изменяет память, еще лет 10 назад. Переходим к подключению 3G модема ZTE MF730. Этот модем поддерживает скорость до 42 Мбит в секунду. Тем временем регистрация в сети окончена и подключение к интернету состоялось. Ради интереса даже можно зайти на спид-тест. Скорость невысокая, но это потому, что у меня ничего не изменилось и в квартире 3G работать быстрее не стал. Я уже когда-то об этом рассказывал. Конечно, можно найти точку побыстрее. Мне как-то доводилось в связи с аварией у проводного интернет-провайдера смотреть трансляцию футбола через 3G. И я находил место получше. Но цель данного видео это все же показать всеядность и совместимость работы роутера с модемами. И эта совместимость на высшем уровне. А если вы хотите оценить возможность данных 3G модемов, на это был отдельный обзор, где я искал место для максимального отжима скорости в сети 3G. А также сравнивал два данных модема между собой. В общем, кому интересно, рекомендую к просмотру. Подключил проводом этот роутер к моему основному роутеру. И еще одним проводом подключил комп. Как вы поняли, я хочу проверить, как работает проводной инет. Сама прошивка, очевидно, рассчитана на устройство с 4 LAN-портами. Поэтому в свойствах отображается 4 таких порта. Однако имеющиеся у этого роутера 2 определяются в свойствах под номерами 3 и 4. Также видно и подключенный провод с инетом. И состояние подключения со статистикой. Как и в случае с мобильным интернетом. Скорость по проводам просто шик. Особенно если учесть, что компу инет доходит сейчас после двух роутеров. Отключил проводное подключение и включил через ранее показанный Wi-Fi адаптер. В соответствующем разделе настроек роутера видна статистика беспроводной сети. Тот же тест. Скорость через Wi-Fi в обе стороны около 50 Мбит в секунду. И снова скорость через провод. Как-то был на обзоре роутер, который со штатной прошивкой практически был бесполезен. Очень малое количество поддерживаемых моделей модемов его таким и делало. Стоит такой около 8 долларов. В свое время, а это уже лет 5 назад, я его перепрошил прошивкой от Zyxel. С тех пор этот роутер со мной. Причем первые пару лет после прошивки он использовался в адских условиях. Под крышей на работе я его включал ранним утром и выключал только часов через 11-12. Летом там была температура воздуха около 60 градусов. Но данный роутер работал просто отлично. Стреляя Wi-Fi сетью до 30 метров. Что для такого маленького устройства очень круто. Но более мощная сторонняя прошивка приводила к его большим нагрузкам. И он еще сильнее грелся. Я брал его на море, в поездки, много где. И этот роутер прекрасно до сих пор работает. Позже я купил такие же роутеры для других видео, в которых прошивал другими прошивками и другими способами. Этими я пользовался реже, можно сказать практически не пользовался. Они тоже сохранились в порядке, но появилась инфа, что микросхема стала в новых партиях греться еще сильнее. Что приводило даже к плавлению пластикового корпуса. Люди их стали допиливать, резать пластик, монтировать радиатор для охлаждения. Но часто это все не помогало. Многие не понимали реального назначения такой модели, что это карманный роутер в дорогу и пытались использовать его в качестве основного и единственного. Все это еще больше снижало длительность его жизни, если он вообще выживал после прошивки. После этого я купил модель Nex. Его цена была около 15 долларов, а сейчас вроде бы его вообще сняли с продажи. В нем также столкнулся с ущербной стоковой прошивкой. Однако, делая все по инструкции из инета, я его также пытался перепрошить во что-то более серьезное. Но роутер после перезагрузки умер. Стал кирпичом, как модно говорить. Сколько я его не пытался реанимировать, у меня не получилось. В том числе и с помощью программатора, который я купил для подстраховки своих действий, когда делал модификацию биоса. К чему я это все рассказал? Да к тому, что наконец появился нормальный роутер, который стоит дешево около 20 долларов. Это дешево, как для роутера, который имеет поддержку от режима демов. Работает классно, стабильно и который при этом не требует никаких допилов. Просто включил и пользуешься. Да, это не карманный роутер и нужно ему 220 вольт. Или, если переделать напрямую и без блока питания, 12 вольт. В принципе, если найти аккумулятор на 12 вольт, то и этот роутер станет, ну если не карманным, то как минимум походным вариантом. В дорогу его можно взять и с учетом наличия блока питания. Так что, если еще есть люди, которым нужно раздавать 3G, это отличный вариант прямо из коробки. Не знаю, как работает сей аппарат с другими прошивками, но прошитый в Zyxel показал себя отлично. Я был уверен еще до заказа, что модемы из видео заработают с ним, так как уже сталкивался с такой прошивкой и упомянутым моим карманным роутером, перешитым в Zyxel. Эти модемы и множество других моделей, которые мелькали в моих видео, также работали без проблем. В конце данного видео будет оставлена рекомендация на плейлист со всеми видео про модемы и роутеры. Кому интересно, обратите внимание, там и тесты, и сравнения, и перепрошивки, и просто интересные устройства. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok